Становка работает? Нет, нет. Замечательно. Команда, садись. Начну, нет или нет? Итак. Да, команда, садись. Если вам нужен еще один стул, возьмите, пожалуйста, соседей на стол. Ну, как всегда есть. Тем более с вашего. А я боюсь. Итак, команда, садись. Готовы? Отлично. Отлично. Команда Смилин тоже. Итак, я объявляю в начале второго отборочного боя. Команда Смилин на красным игровым столом против команды Изи за зеленым. Первый вопрос. Одно очко на кону. В 2007 году мэр бразильского мегаполиса Сан-Паула объявил о начале борьбы с визуальным загрязнением улиц и площадей. А что практически исчезло с улиц города? У меня? Так, на первой секунде команда Смилин. Я слушаю. Граффити. А? Граффити. А что такое у нас граффити? Граффити. Это даже все на стене. Не спешим, но... Я обращаюсь... Ну, Юра, я знаю этот фактор. Я обращаюсь... Минуточку. Я хочу обратиться к совести нашей игры. Я иду к ней. Дайте мне буквально пять слов. Ну и что? Совесть? Бессовесть! 38 секунд. Ехать за веру, а у вас полагает. Я просто даю вам. Чем-то возвращение есть. Почему? Неважно. Ну что, что-то очень попало. Я тоже вижу. Если что-то, может быть... А что же еще может быть? Может быть, уже отъявление магазина. Компания всякие там, любые скидки. Компания не везут. А сам Паулу в 2007 году убрали наружную рекламу. И у Класса просил мы честно. В 2007 году сам Паулу начали борьбу с наружной рекламой. Абсолютно верно. Еще 15-й, так и ноль пользу команды Иди. Следующий вопрос. Одно очко накануло. И что там? Я понимаю, как раз. Что древнегреческий философ Амаксаго назвал обьиной глыбой величиной гораздо больше пелопонеса? Время. На первой секунде команда Иди. Марина отвечает. Мы думаем Солнце. Вы думаете правильно. Абсолютно верно. Сейчас становится два новостей. Команда Филин. Соберитесь. Одно очко на конок. Какое название дали в 17-м веке французы обширной территории вдоль бассейна реки Миссисипи? Время. К сожалению, подстарт у красного игрового стола и команда Иди имеет почти 40 секунд. Мы не будем понимать. Вы не будете понимать. Ее, конечно, купили позже, но называлась она... Называлась она Луизиана в честь короля Луи, но мы ее знаем сейчас, как многие результаты. В честь короля Людовика 14-го. Абсолютно верно. А сейчас становится три новостей. Какого хорошего формата была? Следующий вопрос. Внимание. Рудис – это короткий деревянный меч, с помощью которого римских воинов обучили тихтованию. А чем, кроме материала, он отличается от боевого? Время. Тупый. 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 Да, команда Язи, я слышу. Игорь, я тебе обещала. Мы считаем, что чтобы не убить друг друга при ветерурине Луке, он был тупым концом, чтобы не убить. 39 секунд. О, команда Язи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создал 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 DimaTorzok О чем торговал в молодости один из своих учредителей известный актер Дуглас Фербенкс Время? На первой секунде команда Рома Мы думаем, что мы он И отсюда пошло название «Мыльный опер» Сериалы назывались «Мыльный опер» Абсолютно верно Сейчас становится ничей нынгла два Следующий вопрос Сотрудник одной из исследовательских лаборатории в свое время пел в церковном хоре. Его раздражало, что книги псалмов все время выпадали закладки. А что вскоре придумал в этой исследовательской лаборатории человек? Время. В первой секунде команда «Три северки». Что за то, что приклеивается типа стикеров? Отрудники лаборатории догадались пропитать клеем и получились клеенные закладки или в простонародье стикеры. Абсолютно верно. Это был кнопочный вопрос. Счет становится 3-2. И следующий вопрос. Внимание. О чем говорил французский писатель Ларош Фуко? Она одна, а подделок тысячи. На первой секунде команда «Руба». Мы думаем, это Джоконда. К сожалению, это неправильно. Версия 39 секунд у красного завода. Версия 39 секунд украшает рекорд 0.3umaf2. Версия 40 секунд ух… Версия 40 секунд украш Все, в районе Фуко украш Итак, почти выбрав все время команда Трисемерки. Но если у нас было еще много, все-таки, наверное, это правда и истина. Одна она одна, а подделок тысячи. Так он говорил про любовь. К сожалению, я думаю, что у вас была эта версия, но вы ее не взяли. А зря. Итак, счет по-прежнему 3-2. Мы возвращаемся... Да. Следующий вопрос. И вот теперь очень интересная ситуация. Если его выиграет команда Рума, она обходит команду Трисемерки. Но если вопрос берет команду Трисемерки, то они выигрывают этот бой. Итак, внимание, следующий вопрос. Американский акробат Ник Виленда покорил Гран-Каньон, пройдя над ним по канату без страховки. А что имитировала специальная установка, которую он использовал во время тренировок? Время. Итак, до первой секунды, команда Рума. Мы думаем, что ветер. Кран-Каньон, очень сильный ветер, и она служила для подготовки. Абсолютно верно. Чет становится 4-3. И следующий вопрос, который может стать решающим. Внимание. Телезритель что-то никогда посчитал, что за 41 год из художников чаще всего упоминался Леонардо да Винчи. Из поэтов чаще всего говорили о пушке, из писателя на Бохове. А какой ученый чаще всего упоминался в игре. Время. В первой секунде команда Румба. Академик Королев. Абсолютно верно. Москва выиграет Академика Королева. 12 часов дня. Команда Румба выигрывает этот бой и выходит в полуфинал. Уважаемые товарищи, я хочу команду Трисемерский на минуту чеков задержать за этим красным зеленым столом. Вы можете никогда не уходить. А мы остаемся? Пока временно. Я хочу вам сказать, что Брейн Ринг это очень интересная игра. Можно знать ответы на все вопросы и проиграть 0-8. Прямо и того, наш проект дает всем второй шанс. Поэтому все команды, которые проиграли и не попали в полуфинал, сейчас сыграет между собой такой утешительный раунд. И та команда, которая выиграет этот утешительный раунд из трех, в случае дисквалификации в полуфинале автоматически без кучи малы попадет туда. Поэтому сейчас мы определим этого, скажем так, возможного счастливчика. И, по крайней мере, команда Трисемерский уже играет за красным зеленым столом. А у нас остались еще две команды, которые до этого проиграли. Это команда Рога и Копыта и команда Фили. Так вот, команда Рога и Копыта, пожалуйста, за зеленым игрой в стол. У вас есть второй шанс для того, чтобы продолжить игру и борьбу за главный трофей. Я напоминаю, что та команда, которая выиграет сегодняшний бой, помимо, естественно, черта, предоставленного бездна нашим спонсором, компанией E-Dology, также получит еще вот такого осьминога, осьминога, который является символом нашей игры, команде-победителю Брэйн Ринга 2019 года. Итак, я немножко объясню, как пройдет сегодняшний, даже так, утешительный раунд. Значит, у нас здесь есть возможность, каждая из команд, значит, сыграет по пять вопросов. Та команда, которая наберет наибольшее количество очков с этих здесь вопросов, продолжит. Та команда, которая, к сожалению, проиграет, выйдет и уступит свое место команде Филин. Готовы? Пять вопросов. Ровно пять. Первое слово. Одно очко на кону. Внимание. В какой стране самым главным является хороший воздух? Время. Команда Трисемберки. Я слушаю вашу версию. Исландия. Это неправильная версия. 38 секунд есть у зеленого игрового стола. Да, я слушаю. Аргентина. В инославии, в переводе с испанского, означает буквально хороший воздух. Да, это Аргентина. Следующий вопрос. Одно очко на кону. Какое иностранное и наиболее распространенное сейчас слово Лев Толстой предлагал заменить выражением Лондон докторский съезд. Время. Команда Трисемберки. Консилиум. Абсолютно верно. Это консилиум. Еще становится 1-1. Следующий вопрос. Одно очко на кону. О каком чине в воинском уставе Петра Первого сказано? Сей чин, коронованный главами и ныне владеющим принцем, только надлежит. А наиболее тому, чье есть войско. Время. Итак, команда. Какая копыта? Битмаршел. Это неправильная версия. А какая виза? 32. Битмаршел. Это неправильно. Наиболее принадлежит. Принадлежит. Итак, команда Трисемберки. Я слышал вашу версию. Ну ничего, вы чуть неялись, мы с вами предупреждали. А ничего лучше и не надо. Лучше будет течим. Генералиссимус. Абсолютно верно. Ну что ж, следующий вопрос. Одно очко на кону. Чет 2-1. Сейчас, внимание. Четвертый вопрос. Скажите, что еще в 1665 году французский политик Жан Кольбер назвал искусством ощипывать гуся так, чтобы получить максимум переб с минимальным писком? Время. Так, команда Трисемберки. Собирание на много. И команда Трисемберки остается. Как вы запрашиваете игровой стол? Он продолжает борьбу. А команда Филин, пожалуйста, за зеленый игровой стол. Вы благодарите команду Рога и Копыта. Не отчаивайтесь. Еще ничего не потеряно. Еще впереди полуфиналы. И я вам советую играть за столами. У вас есть шанс сыграть в супер-игре. Удачи. Итак, команда Трисемберки против команды Филин. Я попрошу сбросить это табло на 0-0. Все предыдущие заслуги не считаются. Счет 0-0. 5 вопросов. Сейчас мы увидим. Мы забираем одну очко. Подожди, полгода его. Да, мы ждем. Вы готовы? Да. Итак, одну очко на кону. На Венецианском кинофестивале 2008 года австралийская актриса Кейт Бланшетт получила приз за лучшую женскую роль в фильме «Меня там нет». А что удивительно было в этой роли? Понимаю? Команда Трисемберки. Ну, ее там не было. Нет, да. Это все? Ну, ее не было. Она не играла в это. 34. Да, 38 секунд есть у команды Трисемберки. Шутка не прошла. Я повторяю, что у нас серьезная игра. Можно вопрос повторить? Нет, я могу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Летучий голландец! Летучий голландец! Я попрошу команды, перед тем, как отвечать, берите в руки микрофон, потому что не всем слышны ваши ответы. Итак, одно очко на кону. Третий вопрос. Комету Галлея люди наблюдали с древних времен. Многие астрономы описывали ее достаточно подробно. А что же первым из европейцев сумел сделать Галлея? Время. Команда 3-7. Я думаю, что вы считаете, через сколько лет она вспоминается. Галлея первым доказал, что эта комета возвращается через определенное время. А что у вас было по астрономии? Идет. Ну вот оно и чувствуется. Ну что ж, 2-1. Тем не менее, у нас есть еще два вопроса. И сейчас вот интересная ситуация. Если этот вопрос берет команда Филин, они выигрывают этот бой. Ну, а если команда 3-7, там еще посмотрим. Одно очко на кону. Скажите, для чего французский писатель Виктор Гуйго, садясь за работу, раздевался до Гала и заставлял слугу спрятать всю одежду в укромное место. Идра, команда 3-7. Ой, я думаю, что пока он не закончит работу, чтобы он не мог выйти и уйти. И еще со мной это 2-2. Перед последним вопросом мы имеем пищу. И, соответственно, та команда, которая возьмет этот последний вопрос, выигрывает утешительный раунд. Внимание. Мексиканские маски очень экологичны. Ведь их делают из кожи, дерева, шерсти и костей. А назовите главный недостаток таких масок. Время. Да, в командах или? Они усыхают. К сожалению, это не совсем правильная версия. Не совсем. Допустим. Текут. Мажутся. Они все. Они все. Они говорят. Они спорят. Обалденько. Может, не надо. А? А? Это не ответят. Кажется. Кажется. Ничего лучше, что они пахнут сильно. А ничего лучше не надо. Команда, сегодня выигрывает пушительный раунд и получает качественные утешения вот такие вот, вот такой такой конфет, пожалуйста, уходительская фабрика «Спартак». Уходительская фабрика «Спартак» существует с 1924 года. К сожалению, это, пожалуйста, книжка. Итак, господа, я объявляю перерыв в 5 минут, после чего мы приступим к полуфинальным боям.